Субтитры делал DimaTorzok 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 Бывает попадется где много ее, бывает что где мало Да, ходишь так ищешь ее, а сейчас погода пасмурная, она тем более спряталась, то есть тепла ей нет никакого, она не выходит наружу Да, это все болото, оно тянется туда И вот так целый день Так целый день Где же мне кучку хорошенькую найти? Ягоды ее действительно очень много, но нужно уметь ее найти, потому что она прячется И особенно, конечно, тяжело приходится тем, кто собирает ее руками, потому что нужно присесть, найти, достать ее, но тогда ягоду можно собрать чистую, сразу без мха и стоит она, конечно, в несколько раз дороже Главное спичек брать с собой, чтобы вот так вот в необходимом месте разжечь костер Самое главное костер, а поесть ягоды много А уехать не хотелось вам отсюда? Ой, не поверите, мы уезжали уже три раза отсюда, вы и назад возвращались Почему? Да, как-то тут уже привыкли Нравится? Давно уже тут Ее по тонким слоям рассыпаешь, и она не горит, и может долго стоять Иди, принимай Так, 15600 У нас получается 1485 Но это нормальная цена, да? Да, это хорошая цена В том году клюквы вообще не было А сколько вообще получается вот так зарабатывать нормальной семье, которая собирает дикоросы? Мы вот вдвоем, мы вот с мужем с моим, мы заработали вот в общей сумме, я вам скажу, ну тысяч 40-45 так где-то Это за лето? Это за лето, да В деревне-то хватает Это, как говорится, нормальная заработка у нас То есть Вот Замораживаем продукцию Гриб, паровой и лесовой гриб с коричневой шляпкой Элитный Ну вообще ценится мелкий Ценится мелкий, да? А он и для ресторанов идет, они могут закупать просто вот так замороженные Да, мы работаем с ресторанами Как урожай вообще в этом году? Ну, честно говоря, не очень Бывали годы и получше Если взять, например, чернику, то вообще очень плохой урожай А клюкву почем закупаете? На сегодняшний день закупочная цена здесь на месте 100 рублей килограмм А та, которая, ну скажем, еще не дозрела, вот ее собрали, она Ну вот такая Она доспевает То есть вот клюква такая ягода, которая доспевает Но вообще на экспорт много идет? Да, сейчас в связи со скачком курса становится выгодно работать с Россией Приезжают иностранцы Лисичку, вот например, в Литву много отправляют Она через Литву идет в Европу Наша лисичка, да А получается для них это дешево по нынешнему курсу? Вам приходится все равно дешево отдавать Ну по тем ценам, которые у вас есть Да Вы от курса не зависите, не поднимайте Да, курс не влияет А вообще сложнее сейчас стало заниматься бизнесом? Или наоборот, может быть попроще стало, потому что санкции есть И наоборот все стали местные покупать, закупать и поддерживать В этом ключе, да Сейчас наоборот, я считаю, что намного интереснее и выгоднее становится заниматься Вот в рамках России, да, потому что много ниш освобождается Та же, например, брусника Ее поставляли с Китая Китайцы научились культивировать бруснику Вот, клюкву пока, не знаю, умеют они, нет А брусника частично шла китайская Ну, сами понимаете, качеством она выступает намного Больше всего, конечно, ценится наша сибирская ягель Ну, вы знаете, в ней намного больше вот всех вот этих витаминов, веществ Плюс к тому, да, это экологически чистые места Ну, тяжелый труд, да, вот у людей, которые этим занимаются? Да, конечно Альтернативы, к сожалению, у некоторых нет Потому что больше вообще не на чем здесь заработать Ну да, в некоторых деревнях вообще работы нет Совершенно Это единственное, что их приформит во всех смыслах Да, лес Получается, что в некоторых деревнях, кроме как лесом, заработать на жизнь больше нечем Люди занимаются только ягодами, грибами Орех кетровый Но проблема все равно забрать у людей это все и вывезти Если дороги плохие Вот вы говорите, куда-то вообще только попереправить, да? Где-то попереправить, где-то на вездеходах Такие, как Францево, например В этом году ездили там забирать сухой гриб Порвали три троса, тащили нас уралами Это вот, чтобы вывести оттуда гриб, да Чтобы вывести гриб, да Раньше это все было Леспромхозы были Была работа И люди в основном ягоду брали так, для себя, для собственных нужд А потом уже, когда с работой похуже стало Начали заниматься этим профессионально Из нуждей больше Из нужды, да Ну и в том числе не было Таких, как мы Которые обеспечивают это вот вино промежуточное по доставке, да? Ходили, сдавали там где-то На ЖД А продавали там бедрами На вагонах Еще раз В иной Вагонах